МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И все сюжеты, друзья. Итак, мы сегодня с вами подведем итог двухлетней работы с так называемыми карликовыми подвоями и с деревьями, которые относятся к карликам или полукарликам. Пора. Есть такое понятие традиционное садоводство. А знаете, что я все эти годы делал? Я забивал гвозди в гроб его, потому что иного выхода нет. Вот здесь, видите, пустое место, да? Вот оно, пустое место. Вот здесь оно росло. Давайте еще раз посмотрим. Итак, я вам показываю фотографию из посылки с Крыма. Вопрос не в том, что, да, Сергей Железов, сын, выписал из Крыма, только для того, чтобы взять верхушки. Ну, вот он так и простоял два года, да? Про корни мы отдельно поговорим. Какие к черту верхушки? Верхушек не было. То есть то, что можно было сразу отрезать и привить. К тому же они все были уже в той поре, ну, примерно, да, когда они пришли в посылки, там уже были вот такие побеги. Вот такие вот побеги уже были. Естественно, что на прививку они не годились. Надо было ждать. Два года прожидали. Вот. И дело не в цене. И дело не в том, что Крым, да? Крым это такая вещь, что для Сибири, это понятно, не годятся. Еще раз говорю, если перенести на местные подвои, другое дело. Вон же персики на местных подвоях, которые мы называем сливой китайка, дальневосточная или там уссурийская. У нее несколько названий. Манчжурская. Тут все так запутано, что если даже меня приговорят к расстрелу, я все равно не смогу точно назвать. Вот. Общее название китайка, точка. Другого ничего придумать не могу. Даже это возможно, значит, если взять такой побег, да? Вот такой побег. И перенести на Сибирку в данном случае, то можно иметь прекрасное, не то что местное, но можно начать адаптацию. Подружки, 4-5 поколений, но я-то собираюсь жить вечно, поэтому я все время хватаюсь за что-то новое. Вот. И Сергея научил. Ну вот. Итоги проводим. Вот. Еще раз говорю, все, что я сейчас скажу, относится А. Приморью. Б. То есть вообще к Дальнему Востоку. Не только к Приморью. Тут и Амурская область, и Еврейская автономная. И это самое... Еще, кроме Приморья, еще Хабаровский край. Это Иркутская область. Это весь Трансиб. Так? Весь Урал, даже Южный Урал. Вот что ждет. Так? И весь Север Руси. Ну, это, скорее всего, большая часть дачных участков. Выписывают. И дело не в том, что только с Крыма. Вот. Дело в том, что такое же вещи производят питомники. Последние еще немножко наладан дышит, садоводство российское. Ну, что-то производят. Все они перешли на вот эти вот самые. Сейчас подробнее поговорим, а пока подводим итог. Итак, все перзики погибли. Будучи посаженным, фактически мертвые были. Как можно было что-то от них ожидать, когда они пришли вот с такими вот... Уже вот... Да, я вам фотографию показал. Так вот. Кстати, колновидки живы. Но это у меня очередное поколение. Так. А они у меня привиты уже не на вот эти дебильные и выращенные из палок корни. А они у меня привиты на корневые отводки сибирок. Фотографию показываю. Вот это средний вариант. Это сдержанный рост. Так. И в результате получается вот это и вот это не родня. Вот это и вот это не родня. Корневые отводки это природное явление. Это часть дерева будучи отрезанным становятся самостоятельным деревом саженцем. Вот. И в результате мы их используем. Ну, я вам показывал еще и сеньцы тоже используем в сибирок. Вон они. Мы подходили. Итак. Итоги. Если поглядеть на это чудо. Так. Вот оно. Видите? Вот все, что мы имеем. ветка мертвая, 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 полумертвая, живая. Вот. Скажите, если на большей части России оно ему уже от родов года два было, я так понимаю. Вот. Вот оно привито было. Ой, вот оно, почкой, то, что я проклинаю. Точно такой же вот он. Видите, как этот мертвый. Этот придет, пара тоже сдохнет. Вы скажите, положа руку на, оно вас накормит когда-нибудь? Вот. Когда мне удавалось получать вырожай 20, 30, 40, и 1 раз 60 ведер с дерева. Причем отборных плодов. Может вот это накормить. Два года. И, внимание, мертвая ветка. Вот. Посмотрели. После самой теплой зимы. Это я пробовал сухая или мертвая. А это дерево мертво полностью. Вот. И еще раз говорю, дело не в Крыме. Дело в том, что вся страна триумфальное шествие двинулась в сторону тупика. То есть, выращивание карликовых подвоев. Вот они. С искусственными корнями. Вот они. А, кстати, мы вот тут уже успели два выкинуть. Вот тут еще и вот это, да, вот там. Видите, просвет. Вот тут вот. Просвет. Они у меня густо сидели. Они же карлики. Вот. И вот тут вот просвет. Это тоже выкинут. Был. И посажен свой родной. Посмотрите, как выглядит свой родной. Это двухлетка. Она была высотой. Так. Вот. Обратите внимание, это я садил лично. Посажен на холм. Так. Вот. И далее. Здесь еще не производилась, как бы сказать, зачистка, что ли. Оформление холма. Это все свеженькое. Вот. Посажено. Ну, куда деваться. Ждал, ждал, пока вот эти проснутся. не дождался. И поздновато, но все-таки посадил. Итак, что мы видим еще? Кроме того, что мы видим? Вот там вот белое пятно, чуть-чуть видно. Это оно смотрит на юг. Это наша метка всегда. Это сильнейшая обрезка пересадки. Плачьте, но режьте. Плачьте, но режьте. Один человек на планете говорит. Плачьте, но режьте. Вот. Если этого не будет сделано, вот этого, саженец долго приживается, долго болеет. Сразу с первого дня, как только корни, если не преобладают по своим качествам над кроной, не преобладают. То есть масса корней больше массы кроны, но не в прямом смысле масса, а, как бы сказать, эффективность. Вот. Здесь это, кстати, был из горшка достатый. Все равно вот такая страшная сильнейшая обрезка. Да? Вот. Если этого не сделать, если крона преобладает над корнями, изнутри сразу гниение внутри сердцевина, сразу и путь короткой жизни к болезням смертной. Это я лишний раз говорю, потому что кто, какие слухи, а железо против обрезки. Да как же против, вот она. Вот там я вам показывал обрезку. Вот еще покажу. И помните, в предыдущем фильме я подходил к цветущему абрикосу, который называется миндальный. Я сказал, что я понятия не имею. Ничто это такое, даже откуда он у него взялся, понятия не имею. Ну, написано миндальный. В прямой памяти так здорово. Знаете, каждый год перечисляют дети же детективы. Экономия. Так вот он отцвел, да? Здесь то же самое. Возможно, вот они, вот эти вот, мертвые цветы. Вот. А мне, ну, хотя бы, вон, кое-где, это, кое-где цветочки. Ну, хоть бы несколько плодиков. вот они, беленькие. Ради этого стоит жить. Ну, попало под мороз. Возможно, он вообще не морозостойкий. Потому что тут же рядом, вон, видите, сколько белых цветов. Вот. То есть, прекрасно перенесли заморозки. Вот. Насколько я безжалостен, можете убедиться, глядя вот сюда, в эту бочку. У нас борьба идет с пожарами, разрешено только бочках жесть. Посмотрите, безжалостно. Интересно, что, вот эти цветы были срезаны до, у меня это просто поражает, до мороза. То есть, мороз было, когда это, два дня назад, да, а срезаны были три-четыре дня назад. Посмотрите, стоят бочки совершенно зеленые, ой, зеленые, совершенно белые. Ну, у меня много таких интересных наблюдений, да. Вот. Вон, посмотрите, совершенно беленькие все. Как еще? Я, а, еще один совет. Почему так получилось? Вот тот миндальный, похоже, большая часть цветов мертво. А вот этот, допустим, я сейчас не буду экономить время, то есть, буду экономить время, и не буду читать, что там на бирке написано. А этот, явно даст прекрасный урожай. Дело в том, друзья мои, то есть, в разной степени, тут половина мертвых, половина живых цветов. Вот, друзья мои, дело в том, что надо садить, нужно разнообразие. Когда мне говорят, на черт-то мне ваши стоят этих самых, минимум, сорок косточек, мне не надо сорок деревьев. Пришлите мне три косточки, мне надо три дерева. Какие, к черту, три дерева? Надо, чтобы, когда был заморозок, одни абрикосы, не только абрикосы, а заморозки могут быть еще через две-три недели. В Подмосковье в июне бывают заморозки. Надо, чтобы одни, я уже не говорю абрикосы, в целом, одни плодовые деревья уже отцвели. Какие-то попали под эти самые, под заморозки, а какие-то еще не думали цвести. И вот, когда они уже отцвели, и те, которые еще только собираются цвести, но еще не раскрылись, у них, можно сказать, не один-два градуса, как у абрикосов, согласно литературе, а может быть 3 градуса, 5 градусов, даже 10 градусов мороза. Вот, иначе откуда у меня это? Я только из абрикосов переживаю. Весь остальной сад, ничего ему не сделается, будет плодной, как ничем не бывало. Вот. Даже бывало так, что персики есть, абрикосов нет. Если не укрывные персики есть, плоды, абрикосов нет. Вот и смех, и грех. Но еще раз проклинаю вот это вот явление. Значит, смотрите, вот это не я отрезал. Это пришло вот так по ссылке. Это была палка. Палка была вот здесь, пошла вот так вертикально, вертикально. Ее отрезали, когда вживили вот этот самый. Я уже в двух фильмах это показывал. И вот не покупайте с этими палками. Когда вы увидите... Да, еще. Мода пошла. Я видел целый ролик. Целая большая бригада. Огромная. Там лежат тысячи саженцев выкопанных, а скорее всего откуда-то привезенных издаля. Которые рассаживали по горшкам. А ведь видно, что это весна. Листвы-то нет, травы-то нет. Видно, что это весна, понимаете, друзья? И вот эта весна они посадят воткнут горшки при земле целая бригада. Еще видно, что это ребята со Средней Азии наняты. Такой ролик. Сейчас я его не найду, конечно, но поверьте на слово. И они, эти, свеженькие в горшках, пойдут на рынок. Человек будет думать, что он на рынке купил прямо с горшком. Так. То есть выращенный в горшке. Он привезет к себе. Он начнет вытаскивать с горшка и окажется с чем? И скорее всего увидит вот это вот самое. Если речь идет о яблоне. Понятно, да? Надо вернуться к сеянцам. Вот. Сеянцы, еще раз говорю, здесь у нас часть, именно в саду железовых, здесь часть саженца выращивается из корневых отводков. Вот. Видите саженец? Жаль, я не могу поздно, я не могу его выдернуть, чтобы показать вам в корневых отводах, что это действительно корневых отводах. Ну, хорошо показываю на фотографии. Вот. Часть вот таким вот способом. Видите? Вот это сеянцы. Вот они, сеянцы сибирки. Вот. У корневых, у каждого есть свои, еще достоинства, недостатки в свою очередь, да? Но вот такие деревья-гиганты можно вырастить только на сеянцах. На корневых отводках сдержанный рост. Вот. Сколько я вам наговорил. Надеюсь, что это очень поможет. И, если вам продают, а все-таки хоть в горшках вас и обманывают. Да, еще раз скажу, третий раз. Ну, все фильмы увидеть, по-моему, физически вам невозможно. Письмо от женщины. Итак, я, наученная вами, пошла на рынок. Вы предупредили, что могут набить морду, если будут, если я буду дергать за эти саженцы в горшках. Я начала дергать, один выдерывал, другой. Вот. И мне точно, мне хотели набить морду. Вот. То есть, если в горшках, то велика вероятность, что они в горшках не росли, а только так прикрыты корни землей фактически получается. Так. И вы привезете, выдернете, рассыпется ком. Вот. Да еще, не дай бог, увидите вот это. А с сеянцем отказались. Отказались. Страшная эта вещь, ребята. От сеянцем отказались. Вот. И пока мы не вернемся к сеянцам, вы будете иметь, покупая на рынке, вместо прекрасных этих, вот такое вот. Даже если это средняя Россия, а не только южная Россия. Вот такое вот вы будете иметь. Или пустое место. Вот одно пустое место. Вот уже второе пустое место. И вот уже вместо третьего посажен нормальный саженец с корневым отводком. Так. Ну вот еще один сюжет. Я все рассказываю, рассказываю. Не могу остановиться. Мне задержало обидно. Вот. Жаль, что наука отключена от этого процесса. Живет своей жизнью. В это время заканчивается существование дачное садоводство. На стариков все меньше. Молодежь выбирает пепси и отравленные продукты. И мы, старики, с ужасом смотрим, как наши дети кормят наших многих отравленной продукцией. А выхода практически нет. И младежида и отравленные продукты. Продолжение следует...